ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Циклон Алекс принес на Гомельщину похолодание. Управнанье с середина и тыдня температура поветра знизится омаль на 20 градусов. Наши корреспонденты удокладнили информацию областным гидрометцентры. На работу метеоролога у понижения температуры ніякого уплыву не оказало. Як и ранее, кожные три годины специалисты сдымают замеры, зусталяванные на специальный пляц социаппаратуры. Уже праздник кольких хвилин я енакируюць у белорусских гидрометецентр и разместить усетцы международного метеорологичного обмена. У целом температура у гэты месяцы была прикладана 10 градусов теплей за климатичную норму. Шостого студеня похолодая. Температура поветра шакается у межах 13 и 18 градусов морозу. На большей части территории в области снег, а лекар от Качасовы. Седьмого января на Рождество в отдельных районах области пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорога ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 15-21 градусов. Кстати, самое холодное Рождество в Гомеле было в 2003 году. Температура воздуха ночью опустилась до минус 28 градусов. До надыходу холодов сегодня готовы и не только синоптики, а и медики. За холодный период минулого года у опекового отделения 1-й Гомельской городской больницы трапили 19 человек, причем не которым спотребилась ампутация. В группе Рызыки люди с беспоянного места жихарства, состарелые, дети, рыбаки и полевничи. Хоть это не значит, что на здоровье инших моцные морозы уплыву не окажут. А тому ведать правила 1-й допомоги никому не перешкодить. При появлении первых симптомов отморожения, на что могут указывать? Появление онемения в конечности, появление бледной краски кожных покровов, нарушение подвижности рук-ног. А в более поздние периоды появления пузырей и появления темных пятен на коже, необходимо немедленно обратиться к врачу. В порядке самопомощи можно произвести согревание сухим теплом. То есть человек, который подвергся воздействию низких температур, должен по возможности быстрее согреться, принять внутрь горячие напитки, чай или бульон. Употребление спиртных напитков вызывает чувство временного комфорта, но способствует наступлению более быстрого переохлаждения. Медоки так само не выключают, что перопады температур могут отбиться на здоровье мета-залежных людей. Правда, меньшим простыдень на Гомельшине зно потеплее. Первая половина следующей недели будет морозной. Температурный фон составит минус 13, минус 18 градусов. При прояснениях до минус 20. Ну а ослабление морозов будем ожидать к 11 января, к середине следующей недели. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отеля радио, компания Гомель. Открытое акционерное товариство «Гомсельмаш» все лето выпустить первую парту у початка уборочных комбайнов по лесу МС-6, икея призначена для уборки кукурузы. На думку керавництва предприемства, яны будуть запотребованы у спожилцов, покольки каштуюць удвоя меньшим замежные аналоги. 2017 год будзе напруженным для коллектива навуково-технічного центра комбайна будавання. Зараз распачалася сдача рабочих чертяжов новых зернеуборочных комбайнов. Яны пройдуть проверку подчас ближайшего жнева. Конструкторы распрацовуюць три оригинальные моделі, яке дозволят значно повысить огольный узровень выпускаемой предприемством продукции. Так само існуюць планы параспрацовцы новых моделіў буракауборочной і хлопкауборочной технікі. Сёння день работнікаў соціяльной абароны. Непасрэдна на Гомельщине яны допомагаюць і маль пятистам тысічам чалавек. У першу чаргу пенсіонерам і людзям з обмежаванными махчымастями. Алексінцероў наведав установу, дзе пражываюць деці-інваліды. Гомельський дом-интернат для дятей-інвалидов был открыт у Костричнику 2011-го. С того часу тут пастоянно проживаюць 60 чалавек. По словах администрацій, галунная задача – створыць для кожных згэта галхаванців годныя умовы. Причім пад годными маюцца на увазі не толькі бытовыя умовы, не оде дзе че на тое, што ўсі деці с асабливостями психофизичного роззвиття, і не такі ж члены громадства, як і ўсі остатніе, до того ж, коли займацца зіми пастоянно і метанакірована, можна дотягнуць достатково знашнага приобшэння здоров'я. Каніс – терапія, реабілітація з допомогай собак, доброзащливых галабраду рашаню тут называюць галунным терапіутом установы. У Беларусі такі від терапії пакуль не вельмі распозюжені, а на гомішній увоглі з минулого года применяецца толькі ў гэтым дом-интернаті. Але об остановчих выніках можна казаць уже зараз. Так вони в своєм мірі закрыты, а собака як проводник їх розкрыває, і вони починають через собаку потім соціалізіруватися і общаться з людьми. Вот це саме главное. І плюс-эффект, тому що дуже багато упражнений на моторику, на моторику рук, на моторику ног, ну і всього. Двігатися, і це тому, що рібінок не ми його заставляємо двигатися, а він сам хоче це робити. Це дуже важливо. У гэтых молодых людей розний ліс. Некто живе у дом-интернаті годами, некто вертається у биологічна семя. Юлия Федорович літось поступила у гомельській ліцеї будівників і вже у наступному годі буде дипломованим рабочим з'яленого будівництва. Кажа, що завсюди любила працювати на землі з рослинами, тепер мара стане її професією. Люблю дуже ходити на город, дивитися, що растет, що не растет, де пополоть, що треба. Це я завжди. Вона мене дуже спокаєває, мене дуже подобається. У минулому годі у гомельській домі-интернаті першими сирот установу такого типу відкріли уласну поліграфічну майстерню. У ліку першої продукції – блокноты і малюнки-размалювки для вахованців молодшого взросу. Гаці майстерня – яще одна махчимасть для молодих людей розкріць свої таленти і відчуть себе корисним для громадства. У гомельській для дісягнення гаці мети використовуються саме разностайні адвокацийні программы. От проведення занятку на компьютерах по спеціальних программах до у ділу у конкурсах. У минулому годі, наприклад, вахованці домі-интерната приймали у діл у Международному творчому фестивалі інвалідів у Баку. День работників соціальної оборони яще одна махчимасть сказати дякую людям, які своє життє присвятили тим, хто має особливу потребу у кропоті і допомозі. Вони, наверное, сьогодні особі в тому плані, що не кожен чоловік може працювати в цій сфері. Це і добре відношення, відзівчівость і, так сказати, терпіння. Олег Сентюров, Євген Макеєнка, телерадокам Падня Гоміль. Разом діля гуманності. Добрачынну акцію під такій назвай проводять обласная організація Білорусського товарыства «Червонага крыжа». У совізі з надыходом «Маразоў» завтра у Гомільі волонтёры окажуть допомогу бездомным по забезпеченні тёплой ежай і адзеннім. З 10 до 14 гадзін буде організовано дяжурства во усіх районных організаціях обласного центра. Місце проведення акції – «Савецкая» 105А, «Матросава» 6, «Свярдлова» 21 і «Тельмана» 39. Каляды, час суда, у добра і приємных прыгод. Сьогодні у Гомільським Дзержавным Театры лялі кадбусі марафон добрачынных святочных ёлок. Адно з гэтых яскравых калядных мероприємстваў організаваў Гомільський городський выканавчий комітет. Яшчэ два аналогічныя провела Гомільськая епархія Білорусской православной царквы. Дзятям па часу рачыстасціў прапанавалі цікавыя працтавлэні і салодкія падарункі. Вероніка Варашыліна с падрабязнастями. Добрачынная святочная ёлка Гомільська городського выканавчага комітета об'яднала выхованців шмандзетных і малозабязпечаных сім'ёв. Дзятей-инвалідава, так само юных талентав з розных кутков обласного центра. На гэтае пасаправдному відовішне і захапляльная калядная мероприємства городські улады запросіли каля 200 дятей молодшого взросту. Для юных гостей была подрихтована весёлая гульнявая программа. Им пропанавалі паудзельничыць ў цікавых конкурсах і викторынах, якімі супроваджалася добрачынная свята. Так само дятей чакав пазнавальны спектакль, приемныя падарункі і безумовна самая шчырая і тёплая пажаданні. Новогодню сказку, как і в целом праздник Нового года, всегда с нетерпением ждут і взрослые, і дети. Всегда, в надежде на рождественське чудо, на исполнение желаний. Ушёл 2016 год, я уверен, что для всех он запомнится добрыми делами, хорошими поступками, результатами своей работы. И хочу пожелать, конечно, ты мне городского исполнительного комитета, городского совета депутатов, от себя лично, конечно, всем без исключения здоровья, благополучия, добра, удачи і нашим жителям города, і гостям нашего города, родным, близким, щоб 2017 год был, по крайней мере, не хуже 2016 года, чтоб у всех все получилось задуманное. На аналогичное колядное мероприемство сегодня детей запросила и Гомельская епархия Белорусской православной церквы. У театры лялик отбылись одразу две доброчинные архиерейские ёлки. В ГТС «Кравые казочные действия» объеднали коля 500 хлопчиков и девчинок. Маленьким наведовальникам свято пропоновали займальное подороже в показках и мультфильмах и дискотеку с великими ростовыми ляльками. Проведение доброчинных архиерейских ёлок – добрая традиция, якая давно закладена в Гомельской православной епархии. Песни, забавы, спектакль и солодкие подарунки допомогли детям окунуться в атмосферу с оправдной новогодней каски. Завитали сёня священнослужители Гомельской православной епархии и у областной детячую клиничную больницу. Тут яны сустрелись с працонным коллективом медустановой и наведали маленьких пациентов. Каляды – лепший час для добра и милосердности. Организаторы доброчинного мероприемства приехали сюды не с пустыми руками, привезли сучасную технику, цацки и солодкие подарунки. Пациентам и супрацовникам Гомельской областной детя жеклиничной больницы священнослужители подарили иконки и пожадали кожному муцного здоровья, выкананья урожства, самых заповедных марау и жаданьяу. А разом с тым нагадали усім присутным, что халовная отсюда – это человечшее житё, якое за усёды необходно берахчы и подтримливать. Сегодня церковь молится за этих ребят, за всех, чтобы Господь скорей дал им выздоровление, они пришли в свои семьи и радовали своих родителей. И вот это будет их выздоровление, будет, наверное, чудом в их жизни, которое постепенно совершается в их телесах. И я молюсь, чтобы Господь укрепил их телесные силы и духовные, и они истинно почувствовали, что Христос рядом с ними, что Он любит всех нас. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадоэка, компания «Гомель». Дарыши, больше, как 300 детей со шмадетных и малозабеспеченных семьях завитают так само на калядную ёлку, якая пройдя 7-го студеня на территорию Спаса Преображенского храма. Удельника у свята чекает шмат цикавого. Организаторы подрихтовали программу, у якось получаются элементы народных традиций и религийной культуры. Дети смогут поудельничать в шматликих конкурсах, убачить театрализованную казку калядные пригоды Настачки. Завершится представление святочным фейерверком. У свою шаргу дорослые отрывают макшимость наведать доброчинный кермаш, где можно будет набыть поштовки, изробленные прохожанами храма. Изначально мы хотели сделать подарок на Рождество детям. В нашем приходе уже пятый год приглашаются дети из одетных семей, из неблагополучных семей для праздника. 7-го числа мы всегда устраиваем концерт и в этом году будет также театрализованное представление, фейерверк. Правкам предприемства «Гомель Транснафта Дружба» долучился до доброчинного марафону «Скрынка смелости». Мы это акции, да помогчить детям, якие проходят протяглое лечения у медустановах. Супрацовники предприемства могли набыть гипсовые фигурки и покласти их у «Скрынку смелости». Завтра гэтые сувениры отрымают маленькие пациенты Республиканского навуково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека. Фигурка, якую можно расфарбовать, обовязково надасть дитяці смелости. Завтра мы эти подарки передадим в наш Республиканский центр радиационной медицины. Я думаю, что каждый ребенок, который увидит эту игрушку, возьмет ее в руки, забудет немножко о тех горестях, которые ему причиняют все-таки лечение и почувствует себя чуть-чуть смелее и чуть-чуть здоровее. Многие театральные коллективы сустракают свято премьерами. Узорный театр «Радость» Гомельского городского центра культуры представил глядачам каску-спектакль «Снежная королева». Гэта постановка по одноименной пьесе Яугена Шварца. Сюжет классичный. Дзявчинка Герда отправляется на пошыки своего названого брата Кея, якого выкрала «Снежная королева». Ёй треба буде пройти празмногие выпрабаванни. Справиться з іми, дзявчинцы да поможа ёе гарачыя серца, якое можа растапіць любый лёд. Каска вучыць добру і спачуванню і не губляя сваёй актуальнасті. У музея Рэдкай книги обласной бібліотекі імя Ленина открылася выстава пад назвай «Рукой аутара» у экспозицій в іданні 19-го початку 20-го стагодзя. Каштовнасті гэтых книгу тым, што яны утрымліваюць у сабе факсіміле рукапісав і малюнка узробленых аутарами. Факсіміле гэта докладнае узнавління рукапісу, документать і підпису. Копії рукапісніх текстів друковалі і ранній, правда гэта був складан і процес. У 19-м стагодзі з развіцем фотографій стала простей. Однак усі ровно книги з факсіміле каштовалі не танна. І дозволіць іх сабе мох не кожны. Кніга, украшанна записью факсіміле записью автора, це поясні богатейший экземпляр, кніжна колекція каждого владельця. У наш час такі раритеті каштовныя яшчай тим, што даюць макчымыць ближай познайоміцца з класікамі сусвєтнай літературі. Вядомаш, што почырка длюстровувае характар чалавека. У экспозицій книгі з колекцій князів Паскевичаў і фондаў бібліатекі. Выгляделі інформаційны выпуск телерадиокампані Гомель у студії працавала Наталі Ігнатєнка. Я і мої колегі жыдаєм вам добрых новінаў. До новых сустріч у ефіры.